Здравствуйте! В эфире «Наше время» в студии Елена Макаренко. По мнению ученых, современные люди испытывают хронический дефицит сна. Его продолжительность сократилась в среднем на 2 часа. Причем меньше спать стали не только взрослые, но и дети. И одна из причин тому – гаджеты. Какую опасность для детского здоровья представляют современные электронные цифровые устройства? Сколько времени можно их использовать? Спросим у Екатерины Пархоменко, доцента кафедры психиатрии и неврологии Алтайского медицинского университета. Здравствуйте, Екатерина! Здравствуйте! Скажите, ну вот, лично вы тоже убеждены, что гаджеты негативно влияют на сон? Лично я глубоко тоже в этом убеждена. И вопрос, опять же, не вызывающий сомнения, что гаджеты у нас забирают время ото сна. Это и у детей, это и у взрослых, это и у стариков. И причина нарушения сна вследствие использования гаджетов связана действительно с нарушением правил гигиены сна. А в чем это заключается? Что у любого человека, у ребенка в том числе, уж обязательно, что называется, должен быть переходный период от активного состояния бодрствования к состоянию другому, более экономичному, сонному. И ребенок до упора делает уроки, потом он хочет еще что-то почитать в интернете, пообщаться с коллегами, как с вами говорят, с друзьями. И потом он просто не может уснуть, уйти в это состояние спокойствия. Вот это самая распространенная причина отрицательного влияния гаджета на сон вообще людей, детей в частности. Отрицательное влияние есть, но на чем основано ваше мнение? Может быть, на каких-то исследованиях научных? Если да, то кто авторы и вообще о чем эти исследования? Знаете, вот таких фундаментальных и серьезных исследований в настоящее время очень немного. Но их появляется все больше и больше. Могу привести в качестве пример последнее исследование, которое говорит о том, что практически все современные гаджеты имеют вот эти светоизлучающие диоды, которые являются источником света в голубой части спектра. То есть, иными словами, голубое свечение экранов наших гаджетов уменьшает количество выработку мелатонина на 20%. Этот гормон, который регулирует наш цикл сон-бодрствования, а использование гаджетов перед сном как раз этим и заканчивается. А все ли гаджеты вредны? Вот последние модели, у них же есть там различные защитные экраны, защитные функции. Ну, как говорят, что все-таки даже самые современные модели имеют вот это голубое свечение. Но, слава богу, что у некоторых есть, опять же, модели, режим ночной, например, который позволяет все-таки уменьшить яркость экрана. Это хоть какое-то, да, то есть уменьшение яркости экрана. Опять же, не голубого спектра. То есть, неважно, какая модель. Да. Неважно, это телефон, планшет, это компьютер будет, если есть вот такое голубое свечение. А вот какие негативные последствия для, скажем, тела, разума ребенка могут иметь увлечение этими гаджетами, ну и особенно использование их перед сном? Если говорить про нарушение сна, это фундаментальная потребность организма, это последствия лишения сна, это увеличение риска сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета, проблемы с иммунитетом. А говоря про детей, это и нарушение психики. Если посмотреть на детей, которые уроки до упора, да, делают и потом играют еще в свои стрелялки, это раздражительность, это агрессия, это психоза, и это уже психическое здоровье человека, и плюс, опять же, неврологические заболевания. То есть, такие примеры уже есть, да? Безусловно. И в мире, и в России? Конечно. И не зря же увлечение, то есть зависимость компьютерную ставят в один ряд с пироманией, да, клептоманией. И все-таки, смотрите, современную жизнь представить без современных каких-то вот таких технологичных игрушек очень сложно, в том числе и для детей. Вот что нужно, на ваш взгляд, делать? Как поступать? Ограничивать полностью детей, ну или там на какое-то время разрешать им давать, пользоваться ими? Полностью ограничить, дай бог, чтобы это было возможно, а то, что действительно слово «ограничить» в прямом этом понимании, это все-таки для детей за два часа до сна. Да. Вопрос, какая это будет активность? Играет ребенок в шахматы, да, если он не перевозбуждается, он спокойно, да, он увлекается. Это одно. А может быть, действительно стоит полный запрет вообще для любого общения через вот эти электронные устройства. А для взрослых это время час перед отходом ко сну. Ну а если, скажем, вот будем говорить о взрослых, работа не позволяет тебе не пользоваться телефоном перед сном? Весь день пользуешься и перед сном какие-то важные звонки. Ну как быть в этой ситуации? Мы, теперь мы сами за себя, что называется, отвечаем. Нужно просто пересмотреть, наверное, свой режим дня. Почему мы не успеваем? И сказать, что я у себя одна, я у себя один. И табу на это поставить. Заняться приятными делами, почитать старую, добрую бумажную книгу, поговорить со своим ребенком, поиграть в какие-то настольные игры. Кто-то готовить любит, кто-то какими-то другими делами заниматься. И вот это называется гигиена сна. И это колоссально в ряде случаев имеет значение для грамотного все-таки выстроения. Или может быть вообще отключить телефон и пусть, что будет, да? Ни в коем случае почту нельзя смотреть перед сном. Не общаться ни с начальником, ни наоборот с подчиненными. Мы должны в состояние покоя перейти. А вот какое на сегодняшний день оптимальное количество часов сна должно быть у взрослого и у ребенка? Все-таки мы говорим о том, что продолжительность снижается, и в общем-то население живет же, работает, функционирует в этих условиях. Вот существует такое представление. Есть сон для жизни, а есть сон для хорошей жизни. Вот пять часов – это сон для жизни. Пять часов необходимо для обеспечения базовых каких-то потребностей организма. Но 7-9 часов – это сон для хорошей жизни. Оптимальные параметры здоровья, психического состояния человека. Кроме необходимого количества сна, что бы вы еще посоветовали? Ну, в плане общения, что ли, с гаджетами. Как ими стоит вообще пользоваться в наше время? С умом, что называется. С умом. И каждый для себя. Вот нет универсальных способов. Кто-то читает книги. Опять какие книги читать? Или увлекательные, которые действительно заинтересовали, мы думаем, еще одну главу, еще одну главу, уже за полночь. То же самое касается сериалов. Вот это категорично нужно исключить. Посмотрели, скачали еще одну серию, ты смотришь, три часа уже ночи, ты не можешь уже остановиться. На ваш взгляд, это вообще проблема актуальная на сегодняшний день? Очень. Об этом говорят уже и специалисты, что сомнологи у нас говорят. Это неврологи, это психиатры, и врачи, кардиологи, эндокринологи. Сон для человека – это просто фундаментальная потребность. В общем, призываем всех спать, да? Да. Спасибо большое за ваши ответы, за то, что приняли участие в нашей программе. А я напомню, что это было «Наше время». До свидания. Редактор субтитров А.Семкин